Признаюсь вам честно, вот я не люблю субботу, потому что в субботу я просто отдыхаю, я очень жду воскресенья. То есть вы понимаете, что Артём у нас трудоголик и любит работать в воскресенье вечером? Да потому что в воскресенье вечером я увижу Анну Бугаёву. А я Артём Амазов. И мы начнём «Дело было вечером». У нас сегодня самый образованный выпуск нашей программы «Дело было вечером», потому что у нас сегодня в гостях это работники народного образования. И самый денежный, я бы сказала, потому что это работники образования в сфере выплачивания зарплат, я так понимаю, да? Марта? Заработная плата. Заработная плата. Настя? А Настя? Родительская плата за детский сад. Ей платят. А ты раздаёшь потом зарплату. Настя собирает деньги, даёт Марте, и Марта принимает решение, отдать ли Насте за это хоть часть. Да. Прикольная схема. Но она работает. Конечно, если бы она не работала. Итак, как мы назовём команду соперников? Ну, в честь заработной платы давайте запешки. Запешки. Мне нравится называться «в честь заработной платы». Значит, команда имени заработной платы. А вы это, да, РП, РПшки. Родительская плата. Родительская плата. Это ваше сокращение в вашей работе, да? Да. Вот теперь зрители будут знать, что такое РПшка. РПшка и ЗПшка. Ну, ЗПшка многие знают. ЗПшка-то знают. А РП – прикольно. Угу. Мы с тобой РП, да? Да. Первый наш конкурс очень простой. Он называется «Что общего или что их объединяет?». Мы показываем три картинки. Вы думаете, что у них общего. Дудите в ваши дуделки и отвечаете правильно. Это я сейчас нам говорю. Они могут ошибаться. Я советую дудить, а потом думать. Это реально помогает. Я тоже так понимаю. Посмотрим. Итак, готовы? Мы начинаем наш первый конкурс «Что общего?». Вот, внимание на картинку и понеслась. Поехали. Что объединяет? Да, что здесь? Марта? Цирк. Цирк. Все просто. Поняла, да? Поняла? Очень просто. Это один балл отдадим случайно. Просто так случайно. С ЗПшком. Ладно, чтобы не расстроено. Да, поехали. Вот тут, пожалуйста. Общего здесь. Белила. Я не знаю. Марта, стройка? Нет. Да ладно, смотри. Вы тоже, наверное, выходите. Рабочие. Нет, работники образования иногда выходят на эти мероприятия. Субботники. Ес. Субботники. Один, один. Ленин даже в субботнике был. Что объединяет вот этих трех неприятных существ? Они хладнокровные. Нет. У них есть что-то, что очень не радует тебя. Что у них, Марта? Пусают. Как? Яд. 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 У них есть яд, да. Есть. Это наш балл. 2-1. 2-1. Пожалуйста. Гадание. Есть. Вы гадаете там у себя? Да. Тогда будет зарплата. Да. А Марта на кофейной гуще. А Марта знает это точно. Круто. Так, пожалуйста. Марта. Чеснок. Кун и кровь. Вампир. Да. Три-два. Идем дальше, пожалуйста. Самые новогодние. Ёлки. Ёлки. Что ж такое? Ты знала, Настя? Я знала, я не успела. 4-2. Ничего, Настя знала. Но ничего страшного. Пожалуйста, последняя картинка. Стучать. Есть. Да, дятел стучит. Этот мужчина настукивает ему науку на кого-то, а там барабанщик. Барабанщик тоже стучит. Первый конкурс прошел быстро. И продуктивно мы выиграли в этом конкурсе. ЗПшки побеждают. Ничего. РПшки впереди. А есть помощь красавчика, если что? Прости, у нас просто нет красавчиков. Кроме одного. Ну, так я поэтому и спрашиваю. Он сегодня не вышел. Второй конкурс – это конкурс «Чего не хватает». «Чего не хватает» команде РПшки. Мы поняли зарплаты и баллов. Удачи, да. В предыдущем конкурсе. Поэтому прямо сейчас команда ЗПшки должна продолжить свое коронное шествие и отгадать, чего не хватает на наших картинках. Первая картинка готова? Да, пожалуйста. Поехали. Чего здесь не хватает? Усов. Нет. Этот человек славился тем, что он… Леонид Ильич Брежнев. Брежнев, да. Ну, брови-то есть у него? Брови-то есть. У него еще кое-что на форме должно быть. На киеве. Ординар. Ординар. Мы дунули. Ну ладно, хорошо. Да, да, ординар. Наш бал. Ваш бал. Пожалуйста. Что не хватает здесь? Шипов на бутылку. Ес! Молодец, ты все знаешь. Два, ноль. Сейчас портят. Вот. Вот здесь немножечко посложнее. Эта деталь плохо здесь видна, но… Но мне кажется, хорошо видна. В форме бойцов ВДВ это важно. Абсолютно важно. Вот ВДВ прямо ассоциируется с этим. Шевроны? Нет. Смотри, нет, нет, нет. Парашют. Потому что у них под кителем. Я вам даже вот приблизил. Что должно быть? Дожимай. Марта, говори. Я говорю, я говорю. Марта, Марта говорит. Говори. Говори. Тюрняшка. Тюрняшка. Да. Блин. Да. Я забыла это слово. У меня тоже. Вы забыли это слово, но Марта вспомнила быстрее. Да, вот тюрняшка. Вот она, вот такая тюрняшка. Пожалуйста. Что делает этот человек? Перепрыгнуть должен барьер. Нет, нет. Он лежит, но он должен начать оттуда. Старт. 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 Марта сказала. Линия старта, да. Линия старта. Да. Наш балл. Ты мне не подсказываешь. Я тебе объясню. Аня говорит слух. Она не только Марти говорит. Поэтому ты можешь воспользоваться. Мы еще не разобрали телепатические способности. Так ты слушай вторым ухом меня, если что. А ты слушай тоже, что Артем подсказывает. Пожалуйста. Сударьется вода. Сударьется вода. Спуск воды. Я засчитываю этот ответ. Конечно, ты мне засчитала. Спуск воды. Да. Все верно. И последний, наверное. Внимание. Нет, не последний. Зеркало. Нет. Телефон. Телефон. Да. Девочки. Ну, я еще из тех девушек, которые смотрятся в зеркало, а не в телефоне. Они не смотрятся. Она фотографирует. Она селфи делает. Видишь, губы как свернула. Вот правильный ответ. И сейчас последний. Пожалуйста. Девушки прыгают в воду. Да, прыгают. С барьера, с трамплина. С трамплина, конечно. Ты подсказываешь, и есть слух. Она уже, я уже так бы сказала, не надо. Барьер, я бы не засчитал. Нет, я бы начала думать. Вот, трамплин. Не хватает вот этого. Даже, наверное, не трамплин. Ладно. Давайте по-честному. Аня как бы заявила о том, что они хотят выиграть. Второй конкурс тоже за ними. Но у нас еще есть впереди три конкурса, и Настя поняла принцип, что надо выигрывать. Матя, давай покажем, какие мы сильные. Конечно, сильные. Давай, покажем. У нас все деньги, говорит, понимаешь? Вы кашечки показываете. Сила. Вспомни фильм «Бра-2». Разве в деньгах сила, бра? Правда. Правда в том, что мы выигрываем. Печальная правда. Скажите, вы много Николаев знаете в своей жизни? Нет. Есть знакомый Коля? Есть. Есть? Да. Можешь назвать? Какого Колю ты знаешь? Самый кум. Вот смотри, твоего кума вот там сейчас не будет. Но там будут, там сейчас будут всевозможные известные Коли, которых нужно будет угадать. У них будет немного закрыто лицо, но зная то, что он Коля и видя его подбородок, ты должна догадаться. Это наговорила тебе, сейчас поймешь. Да, я так считываю, что последний взгляд был брошен на меня. Готовы? Я подумала, что Настя, может быть, тоже парочку отгадает. Итак, прямо сейчас начинаем. Николай. Николай? Николай. Николай. Ты знаешь его. Ты можешь объяснить, кто это, если не знаешь. Художник. Художник. А я не помню его фамилия. Он себя, на самом деле его зовут Коля, но он себя придумал в севдоним. Давайте я скажу в севдоним, а вы найдете фамилию. Никас. Сафрон. Сафрон. Правильно. Вам бал, да? Ну давайте, хорошо. Художник. Какие вопросы вообще? Смотри. Я его даже в глаза никогда не видел. Это он. Вот так выглядит Никас Сафронов. Да, Никас Сафронов, известный художник, рисующий всех политиков. Который на самом деле Коля. Коля. Это вот Коля. Коля. Как кошку, Коля. Только богаче. Хотя не факт. Вот мы не знаем. Имеет такую куму, которая отвечает за деньги, да. Продолжим. Николай. Кто? Он. Да, Расторгует. Да. Правильно. Расторгует. Группа любая. Я даже не знала его фамилию. Ну ничего страшного, не волнуйся. А песню, знаешь? Ты песню ее по... Ой, мороз мой. Не мороз, а коня. Коня. Коня, точно. А может быть, конь на морозе? Да. Конь на морозе, это тоже не знаю. Пожалуйста. Валуев. А, я отсылег специально. Так я так и могу. Вот только так вы баллы зарабатываете, да? Идем дальше. Смотри, смотри сюда, Марта. Пожалуйста. Это современный блогер. Да, я специально взял кирпичную стену, чтобы вы... Ну, как бы, что это, девушки современные. О, простите за паузу. Я не знаю блогера. Он такой скандальный блогер. Его зовут Коля. Николай. Николай. Кирпичная стена, это его фишка? Я... Нет. Сейчас выходит, что я... Да, нет. Иначе там другое подмысль. Сейчас я, по-моему, его... Не Ивангай, нет. Нет, не Ивангай. Это единственный человек из этого конкурса, которого знает мой сын. Ну, это вам должна была бы помочь. Его фамилия похожа на пушного зверька. Еще шубу из него делают. Соболев. Да. Дашь его? Я... Да, уже поняла. Уже поняла. Идем дальше, пожалуйста. Ну, этого Колю вы должны знать. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Ну, и внимание, кажется, у нас есть еще один, Коленька. Коленька. Кстати, Скоридзе. Цискоридзе, да. И что? Понимаем. Другие фамилии. Вот он. Басков. Я уже увидела. Его очень мало. Шевелюры. Его ты угадала по четырем волоскам, да? Да. По парфюм. Он только летел, я уже поняла, что это он. Не может быть из него. Николай. На всю страну такой один. Но, к сожалению, даже Коля Басков не приносит нам победы в этом конкурсе. Ничего страшного, да? Или страшного? Честно говоря, печально. Ой, да. Ты класс. Я расстраиваюсь. Я расстраиваюсь. Дам зарплату, я не расстраиваюсь. Ты очень подбатрируешь ее. 3-0. Отличный счет к четвертому конкурсу. Печальный счет. Мне нравится, как мы идем. Прямо сейчас конкурс, где, пожалуй, мы можем дать им фору и разрешить выиграть. А можем и сами выиграть. Давай выиграем точно. Давай. Нет, нет, нет. Давай, прям бодро. Ну, Настюха. Давай, типа. РП. 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 В нашем следующем конкурсе вы назывались бы ПР, потому что это конкурс перевертыша, где нужно будет подобрать к слову антоним, то есть к слову с противоположным значением, и перевернуть всю фразу. Я подскажу, это будут все пословицы. Пословицы и поговорки. То есть переворачиваем, понимаем, что за фраза, и Марта, выигрываем. Ясно? Попробуем. Ну что ж, перевертыши прямо сейчас начинаем. Счастье перемещается к компанией. Счастье любит тишу? Нет, переворачиваем. Если счастье, значит, наоборот. Печаль. Печаль. Печаль или неприятность. Перемещается, компания, это много, а не компания, это кто-то вот... А счастье, это... Вот давай счастье перевернем, и сразу будет понятно. Какие есть антонимы к слову счастья? Печаль. Печаль. Грусть. 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 Тоска. Из четырех слов. Да, это четыре буквы. Четыре буквы. Горе. Что такое? Горе. Горе еще. Горе. Беда не приходит одна? Да. Вот. Да, беда не приходит одна. Один балл у нас. Поехали дальше. Леди в карете с какуном тяжелее. Баба с воздуха были лучше. Молодец. О, там где баба, где, знаешь, где беда, это наше тело. Р, П, Р, П. Судя по предыдущим трех. От смелости затылок мал. Опа, если затылок тебе кто угодно. У страха глаза велики. Молодец. Даже я веду пер. Быстрее ведущего. Да, правильно, а чужие нет. У страха глаза велики. Три ноль, пожалуйста. Чужое платье далеко от лица. Чужое, значит, своя какая-то одежда близко к телу. Что? Ты все сказала. Только какая-то одежда. Своя что-то близко к телу. Скажи, что? Своя рыбашка близко к телу? Ты не знаешь, что послание? Нет. Девя Приместровский, мы образовываем. Да. Уно. Своя рыбашка близко к телу. Да, ближе к телу. Молодец. У нас 4-0. Пожалуйста. У полицейского ботинки промокают. У полицейского ботинки промокают. Значит, ботинки это то, что внизу. А полицейский это... Какая-то деталь одежды, которая вверху. Есть полицейский, а есть плохой. За кем он бегает? Да. Групче говорим, как красивыми, да. У вора. У вора. Что? Ботинки внизу. Это деталь гардероба наверху. Что делает? Шапка что делает? Не промокает, а... Сохнет. На воре шапка что делает? Горит. Да. Тоже не знаете? Нет. Марта нет? Не пословичный сегодня день. Какой-то день был не пословичный. Но неплохо, неплохо. Хорошо. Курица-кабану подружка. Гусь свинейный товарищ. Да, молодец. И последняя. Мы прям полностью в ноль выиграем у них. Три. Я на море по колено. Семь. Ноль. Вот так вот. Ну, просто мы вам подарили этот конкурс, да? Спасибо за подарок. Три. Один. Счет у нас перед финалом. У нас впереди финальный конкурс, где реально мы можем с Настей выиграть. Или нет. Да. Ну что ж, в финал. Вот настало время, когда решится, кто же из этих работников народного образования будет лучше. Марта или Анастасия. Прямо сейчас у вас будет минута для того, чтобы угадать как можно больше фильмов, которые мы с Артемом будем вам объяснять. Начнет наша команда. Я тебе могу объяснять. И вот, допустим, актрису говорю, и ты догадываешься. Саундтрек можешь спеть. Да. Или звуки из фильма. Просто Марта хотела, чтобы мы пели сегодня и что-то испоем, если выиграем. Наша минута. Засекаем минуту. Можно? Поехали. Фильм, который про женщину легкого поведения. Но она очень. Жулия Леберт. И мужик, который хатиху искал. Такая штука, где плавают, и там их было... И они не свискались с собаки. Хорошо. Подсоединяешься, он синий и бегает по чужой планете, и у них дерево Эва. Аватар. Типа, не надо, это плохой фильм. Он очень бедный, но в передаче стал богатым. Индийский фильм. Миллионеры Струщев. Да. Их называют... Работники самолета их называют. Вот так. Там Машков играет, Козловский, Данила. Пилоты. Пилоты. И по-другому еще. Эй, вы там! Нет, Эвитали нельзя. Я не знаю русских фильмов просто. Другой фильм. Советский. Это как вот... Робокоп. Нет. Да, это как бы по-другому. Робомент. Советский Робокоп. Разле Советский. Да. И они типа дружили, там, они милофон искали. А, эти, электроники, приключения электроника. Да, Миша, я все напутала, ты поняла. Да. Дочь Аллы Пугачева играла в фильме. Любовь, морковь. Молодец, нормальный фильм. Без Гоши Куценко. Она была маленькая еще, и так еще. Такое обзывательство. Ну, ты страшная, ты прямо как... Чучела. Молодец ты. Люди, которые... Такая у них штука, стирает память, память стирает. Люди в черном. Да. Ладно, семь, хорошо. Есть. Посчитаем это. Итого... Семь правильных ответов. Семь плюс один, восемь, три. Вы сказали, трое в кануе, там трое в лодке, не считая собаки. А-а-а. Ну, тогда один не считаем. Хорошо. Мы по-честному играем. Не семь, а шесть. Я ни тот, ни другой не смотрю. А там, где был милофон, не гости из будущего? Нет, просто Артем спутал. Я напутал, но вот у меня просто идеальный коллега. Конечно. Ты сейчас тоже должна настроиться на одну волну со мной, подключиться к вай-фаю телефона, и оттуда все считывать прям. Итак, прямо сейчас минута наших соперников. Но поверь, что РП рулит сегодня абсолютно. Далады петрухи. Один, два, три. Начали. Там еще была ваша ручка, фрау, мадам. Я урок вам. Там Пуговкин такой танцевал. Там веселились все. Ладно. Рождество, черт украл луну, и там кузнец. Вечера на хуторе Близдика. Есть, да. Мебель купили много. И искали там бриллианты. Двенадцатый стулья. Да. Кевин остался дома один. Один дома. Так, там пошли мужики на медведя, а тут водка закончилась, и все у них никак не начиналось этот процесс. Национальной охоты. Да. Особенности. Особенности. Там играл Харатьян, и они пели песню «Не вешать нос». Гардемарин. Гардемарин. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вот есть он трек. Железный такой был человек там. Много частей. Там Шварценеггер играл главный роль. Терминатор? Да. Два мужчины болели лейкемией, раком, и они пошли посмотреть на волны. Они мечтали всегда попасть туда. Нет? Ладно. Стоп, время. Стоп. Сколько? Сколько правильных ответов? У вас пять правильных ответов. Пять. Пять. Да, но это не считая однокоренного. Кевин один остался дома. Это как так? Убери Кевина, я правильно даю ответ. Придумала. Это же фильм «Трое водки, не считая собаки». Слово «фильм» убери. Согласна, согласна. Победила команда «ЗП». Знаете почему? Потому что в нашей стране «ЗП» не может проиграть. Это была Анна Бугаева. Это был Артем Мазур, и мы точно повысили ваше настроение. Я тоже самое хотел сказать. Ну прямо молодцы мы с тобой. Всем пока. Пока. Пока.